здравствуйте дорогие зрители добро пожаловать на мой канал сегодня простой рецепт мягкой сливочной карамели которая подойдет для приготовления тортов десертов или как самостоятельный десерт если вы думаете что приготовить домашнюю карамель это что-то невероятно сложное то после этого видео вы убедитесь что все наоборот подготовим все необходимые ингредиенты к данному списку ингредиентов по желанию можно добавить щепотку соли чтобы получить соленую сливочную карамель первым делом ставим сливки разогреваться на самый маленький огонь пусть потихоньку разогреваются но кипятить не нужно для приготовления карамели подходят жирные сливки жирностью от 30 процентов я использую 35 процентные сливки перед добавлением к сахарному сиропу они должны хорошо прогреться до температуры 90 градусов далее готовим сироп в кастрюле с толстым дном соединяем сахар воду и глюкозный сироп основная цель использования глюкозы это предотвращение кристаллизации сахара глюкозный сироп можно заменить инвертным сиропом или жидким медом если заменять медом то у карамели будет легкий медовый вкус ставим кастрюлю на средний огонь и варим сироп до красивого янтарно-коричневого цвета при этом перемешивать сироп не нужно внимательно следим чтобы сахарный сироп не сгорел иначе готовая карамель будет горькой сироп должен достичь 165 градусов кастрюлю с готовым сиропом снимаем с плиты и переносим на доску небольшими порциями вливаем горячие жирные сливки хорошо перемешивая после каждого добавления будьте осторожны активно выделяющийся пар может обжигать руки поэтому лучше работать в перчатке или перемешивать ложкой с длинной ручкой когда смесь успокоилась по желанию добавляем соль это необязательный ингредиент можно не добавлять теперь остужаем карамель до 40 45 градусов сливочное масло будем добавлять в остывшую карамель его нужно заранее достать из холодильника и дать согреться сливочное масло должно быть хорошего качества и не менее 82 процентов жирности когда карамель остыла до нужной температуры добавляем мягкое сливочное масло и хорошо перемешиваем до однородности по желанию в карамель можно добавить семена ванили или ванилин переливаем готовую карамель стеклянную баночку даем остыть до комнатной температуры и убираем на хранение в холодильник хранить такую карамель нужно в хорошо закрытой банке в холодильнике в течение 14 дней после холодильника она немного загустеет но вы всегда можете ее немного подогреть из данного количества ингредиентов у меня получилось 395 граммов вкуснейшей мягкой карамели ее можно есть в каком угодно виде добавлять в тесто или полить ею что-нибудь сверху если карамель по каким-то причинам получилось неоднородной то ее можно пробить блендером до гладкой консистенции но после этого она станет значительно светлее делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте обязательно подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео а на этом у меня все всем спасибо за просмотр увидимся в следующих видео а